Хорошо, от матча Альянс и Эмпайр будем передвигаться уже непосредственно к матчу Na'Vi IG и я предлагаю, я вот не знаю, у нас готовы ли интервью предматчевая с менеджером, да, с менеджером Na'Vi, да, вот оно у нас есть. Взял это интервью для нас Антон Влад Заморкин и давайте посмотрим на это интервью. Вам слово, Антон. Ну что, спасибо, Вань. Меня тут уже пытается пинать менеджер команды Na'Vi, мы решили не отвлекать игроков от важнейшего процесса приготовления к чудесному матчу против команды IG. Чем занимались во время игры Альянс и Эмпайр? Чем? Все покушали, все немножко отдохнули. Наша игра как раз предыдущая закончилась немножко раньше, было два часа перерыва, ребята решили, что успеют и перекусить, и переварить это дело, как мы все знаем, сильно наевшись, никто не любит играть. Просто смотрели, все-таки, надеемся же дальше идти по линии, соответственно, смотрели на своих будущих соперников. Кстати, Дэнди вот после-после игры с корейцами сказал, блин, короче, зря мы эту страту спалили, надо было пройти в IG. Было какое-то обсуждение игры с корейцами или вообще забили просто, заграли и забили? На самом деле было, ребята посмотрели их реплеи вчера уже, они достаточно рано вернулись на буткэмп. Какой-то ресерч был, а вот эту страту, просто вы все знаете, что Дэнди playing some tinker games был на буткэмпе, у него, правда, какой-то стрик был, 0-10, ну, то есть 10 поражений подряд в рэнкт матчах. Ну, я даже... И он решил на MVP Penix надо... Конечно, конечно, надо взять и сыграть, конечно же, тинкером. Я понял. По поводу IG, к IG готовились или больше обращали внимание в натуре на корейцев? Ну, как мы все знаем, если фактически европейская команда отказывается от участия в ВПЦ Ace, то очень много шансов поиграть с китайскими командами на лигах и прочим не появляется, не предоставляется, потому что мы здесь пересекаемся с очень радой, кстати, что в этот раз удается на Starlighter поиграть с китайскими командами, с IG, с DK, потом еще на BTS уже будут тоже DK, то есть еще одна предоставится возможность. Ну, и посмотрим, может, на ESL тоже что-то нарисуется. Так что не могу сказать, что сильно готовились конкретно к ним, но следим за их играми аналогично, параллельно. Интересно с ними играть. Это был уже третий раз. Последний короткий вопрос. Чем ты занимаешься за спинами? Не знаю, там пинаешь фаникой, не знаю, может, там массажируешь спину, Денди, ну, чтобы, если ты видишь, что критический момент, как ты особенно помогаешь? Я сижу за, вот сзади вот так вот, за хвостом, и, да, вот этого хребочка добей, добей, вот добей, ай, не добил. Ну, ладно, вот этого, вот этого, райт-кликом, райт-кликом. Ну, вот где-то вот так. За Денди я не успеваю, он слишком быстрый, он пианист. А вот за Сашей сидеть вот так вот лаской мою, поглаживая плечо, вот совместно вести игру, это самое то. Я понял, огромное спасибо тебе. Это был Женя Разок, менеджер команды. И, я думаю, ты должен это сказать. И кому мы передаем слово? Вам, Татьяна. Ну, в смысле, Иван. Спасибо, Ари Старх. Ну, что ж, это было интервью с менеджером команды Na'Vi. Так, Ари Старх дала интервью, у меня украли стул. И теперь НС у нас стоит опять. Ну, что ж, матч Na'Vi против IG. Уже этот матч был дважды. Где-то видели. Да, да, где-то мы видели. Первый раз Na'Vi обыграли IG, очень уверенно. Второй раз IG дали отпор, и тоже там Na'Vi просто не почувствовали, что счет был 21-3, или что-то в этом роде. Что ждать нам сегодня? Понятно. Ну, очень непонятно ничего ожидать, потому что команды играет очень нестабильные на этом турнире. IG показывают просто от уровня какого-то, ну, крайне низкого, как вчера против ДК, до уровня, ну, там, очень хорошего. Как там вчера же против Na'Vi. Вот это их игра, где они выиграли там с Лериком. Мне кажется, что все дело здесь для IG в первую очередь все-таки в драфте. То есть им нужно надрафтить так, как они умеют играть. Вот, то есть против, против, против Na'Vi. Не, против Na'Vi. Ну, против Na'Vi, ладно, это уже никто не помнит, что там было. А вот против Na'Vi они напикали героев, которыми они вот умеют. То есть Бэтрайдер пошел... Ну, кстати, против Руссъезд тоже Бэтрайдер пошел на легкую с небольшим суппортом подфармить. Там и хорошая инициация, хорошие линии, сильные герои. Лу на Скельтон Кинге. Ну, в смысле, на Врейс Кинге. А не на Аксе? Не, на Акс похожий герой, но на Врейс Кинге у него получше пошло, получше. Ладно, ладно, не на Вайпере. Ну да, не на Вайпере хотя бы. Я думаю, драфт тут порешает. Если IG поняли хотя бы сами, за счет чего они выигрывают и за счет чего они проигрывают, то покажут хорошую игру. Если не поняли, то могут отлететь очень серьезно. Ну, кстати, к Нави это тоже относится в какой-то степени, потому что они тоже с драфтами чудят на этом турнире очень серьезно. Иногда это очень сильный драфт, очень хорошие герои и хорошая игра, как следствие. Иногда это что-то очень странное и какие-то непонятные действия, и в итоге закономерное поражение. Короли странностей. Встретились. Напоминаем, что чемпионы первого и второго интернешнала у нас встречаются. На самом деле я бы хотел, наверное, посмотреть статистику, такую сравнительную, мидеров команд, вот, Феррари и Дэнди, неоднократно встречались эти товарищи друг против друга на миде, но вот мы видим, что Феррари-то чуть-чуть получше. Ну, если не смотреть на ГПМ и ПХПМ, то в пяти, ну, в четырех хорошо. Нет, не в четырех, даже в трех он обгоняет Дэнди. Мы будем откровенно выбирать лучше только потому, что у него среди главных героев Эмбер Спирит есть. Да, то есть за одну катку Эмбер Спиритом он, наверное, свои статы выращивает там в два раза. И он настолько напугал Дэнди, в первую очередь, наверное, потому что он все время говорит, нет, им, им, им мы Эмбер Спирита не дадим. Так что, вот. Ну, Феррари-то на этом турнире, по-моему, две игры вроде сыграл Эмбер Спирит. Ну, по крайней мере, это он сделал, трипл килл, нажав одну кнопку против Рокскиз, это было красиво. Красиво, а главное, тяжело исполнить. Ну, заметил у нас Дима вчера. Ну, что ж, вот мы видим, мы увидели, как обстоят у нас дела с мидерами команд, ну, и, наверное, с самыми популярными еще саппортами, можно посмотреть, с Пупеем и, наверное, с Ченом все же. С Ченом, да, Пупея с Ченом сравнить. Пупея с Чуанем. Пупея и есть Чен. Я, кстати, у IG не помню, кто исполняет роль вот именно лесника, я у них Ченов не видел. Редко лесников они. Ну, да, но если будет лесник, то Чуанем. Чуанем играет, он Дрядах. То Чуанем будет играть, да. Чен, они редко берут, тут Дряда их любимый. Ну, давайте тогда сравним статистику Пупея и Чуаня, посмотрим, как эти два игрока сопоставляются друг с другом. Ну, мы видим, что Пупея-то афидонит чуточку побольше. С другой стороны, Лас Хит тоже нормально. Ну, вот, кстати, у Пупея в этом году не было. Пупея тоже Ряху отъел нормально. Да, очень похоже. Очень похоже. Но Лас Хитов у него больше, потому что он отъедает Ряху на Энигме в лесу частенько, а там в Лас Хиты заходят качественно. Да, Энигма Чен, они повышают его ГПМ и ХПМ фактически в каждой игре, в то время как Чуань играет на героях со скиллшотами, это Рубики, Сенкинги, и на этих героях тут все зависит от твоего личного скилла. Если одним героем можно уйти АФК фарм на 20 минут, то Чуаню нужно потеть. Ну, Чуань должен потеть, чтобы подготовиться к лету надо быть потетим. Пока видно, что Чуань потеет, очень здорово. Нет, пока этого не видно, Диман. Нет. И отверну, пока не видно. Так, у нас тут уже баталия небольшая. Есть, да. С двумя аналитиками. Ну, Чуань, мы знаем, сегодня в хорошем настроении был, мы уже это отмечали сегодня ранее. В принципе, игра будет действительно интересная. Ну, и какие ставочки, какие прогнозики, кто победит? Ну, давай ставить на Na'Vi, раз мы на Starlighter, я так скажу. Будем политкорректно. Ну, как предсказать? Не, ну, мне кажется, Na'Vi должны задавить. На Na'Vi сегодня пришли, хвост сказал, мы будем серьезно все ломать. Как по мне, у Na'Vi херополом развивающий, Na'Vi умеют играть Динага, Сирена и Эмберс, перед домами и мобильными связками, и также Тинкер у них уже возвращается в доте, которую я просто люблю и обожаю. И в итоге, если они будут тратить, то они уже в момент смогут завести IG в ловушку. Время как IG у нас видно, что у них херопол стычка заграничен. У них больше стычка, мало героев, на которых они хорошо исполняют. И Na'Vi по ходу турнира наверняка этих героев вычислили. Ну, я свой выбор, наверное, тоже менять не буду, поставлю на Na'Vi. Пойду сейчас к ним за спиной болеть, кричать. На ухо хвосту. На ухо хвосту, да, мешать. Вот этого гриба добивай, этого не добивай. На одной менеджер кричит, а на другой нет. На два ангелопа, на второй черный. Во, во, во. Иди ганга, иди ганга. Ну что же, эта игра у нас начнется уже буквально через несколько минут, поэтому, я думаю, можно переключаться на комментаторов, на зал и следить за интереснейшим матчем. Ну, в принципе, сегодня два вот оставшихся матча будут очень интересны. Ну, а сейчас мы посмотрим битву чемпиона первого интернешнала против чемпиона второго интернешнала, Na'Vi против IG. И передаем слово комментаторам. Пожжи, Мерзак. Все, до свидания, с наступающим. Слышь, Мерзак. Ты готов? Я готов. А они готовы, как думаешь, там эти команды? Ну, Дэнди наверху готовился. А, ты как? Ты видел? Дрожал. А, дрожал. Я думал, он кем-то, не знаю, там, против... Тинкером там катал каким-то, нет? Тинкером он вчера катал на павел. Тинкером и сегодня. Да, сегодня утром тоже катал. Ну что, ребят, один чемпион за интернешнала уже отправлен в отставку. За бортом. Правильно ты сказал. К нему присоединится еще один чемпион интернешнала. Буквально, я думаю, через час, может больше, может меньше, мы узнаем, кто вместе с Альянсами покинет турнир на пятом-шестом месте. Это будет или IG или Na'Vi. Перед турниром никто, наверное, не ожидал, что пятое-шетое место займут там Альянс Найвель или Альянс IG. Да, StarLover не только зажигает звезды, мы еще их и... Садит на место немножечко, да, да, да. Согласен. Ну что же, у нас начинается игра, у нас начинается игра прямо сейчас, и мы с вами будем наблюдать за великолепнейшим матчем, за повторением гранд-финала The International 2. Третий раз, правда, здесь на лане мы будем видеть эту игру, но в любом случае это будет очень и очень весело. И то, что добавляет красок к этому матчу, то, что он будет best of 1. Каждая ошибка может стать роковой. Как же они нас все ненавидят, все игроки, я на 100% в этом уверен. Но мы тут вообще ни при чем. Не надо было себя в сетку лузеров опускать. Ну, на каждый этот можно найти отмазочку маленькую, так что это такое. Ну что, вот они Na'Vi, Na'Vi в принципе в отличном настроении, IG тоже настроение такое. Na'Vi сегодня уже раскликались, одну игру выиграли, IG пока сегодня не играли, поэтому для них только первый матч. Ну и вы смотрите, какие они серьезные. Интересная штука происходит. Корейцы просто сидят и тренятся. Где? В лаунж-зоне. Пацаны вылетели из StarLadder. Они сидят и играют, тренируются в Dota. Красавцы. Да. Жизнь не останавливается. Вот он, Дэнди, в своих новых наушниках. Что-то там происходит. Ксио, как всегда, мешает жить. Ну и смотрим игру. Инвиктус. Если в секунде ликотроп в бане просто, в байнаве сразу. Ну и Naga. Тут же Naga. Вот так же. Мы обсуждали с Dendy, вот буквально после игры с корейцами. Типа бла-бла-бла, они нам больше не дадут этой стратой сыграть. Он говорит, думаешь, Naga забанят? Да, конечно, забанят. Забанили. IG не спят. Тут сейчас нет права на ошибку. Я не знаю, кого будет пикать Пупей, и как он будет сейчас взаимодействовать с командой. Обычно Пупей делает это в соло. Ну, вообще да. Да, но, конечно, советуются. То есть нету понятия абсолютно полное там соло, да? Ну, посмотрим, как оно будет сейчас. Посмотрим. Второй бан. Второй бан нами. Проблема в том, что... Подожди. Мне сказали, что Хвост... Да, Хвост выиграл. Да, Хвост выиграл монетку, у него ферст пик, все правильно. Поэтому первый пик будет у нас в Свинсере. И не этим пиком могут сразу очень сильно удивить Китай. Ну, стоит. Ну, то есть я смотрю в сторону Битрайдера и так далее, что-то типа того. Может быть, Акс? Может быть. Кстати, в этом матче, отличие от прошлого, команды обоюдно согласились играть без звукоизоляционных наушников. Это, кстати, удивляет, на самом деле. Да, и Виктус Гейминг достаточно рисковый шаг предпринимает. Все-таки они находятся в стенах Киев-Киберспорт-арены, где Нави является очень милой командой. Любимой командой. Ну, и Виктус Гейминг, собственно, полностью доверяет тому, что мы не спойлим никакой информации. И очень надеется на то, что зал не будет сходить никакой информации. Я думаю, мы отблагодарим их фэрплеем за это. За это доверие. Эберспирит. Как странно. Как странно. Феррари вчера одним кликом уложил троих и сразу их бань. А что в проспект Нави? Варианты? Паришины. Что дальше? На самом деле, я даже не знаю, что здесь может появиться. Кажется, Пупей готовил что-то к этой игре. Наверняка прорабатывал какие-то варианты. Потому что сейчас, как скаут-энди, эту надо по-любому выиграть. А вот там, где уже Best of 3, там будет борьба. Здесь сейчас вот эта рулетка гейминг. Да. Одна ошибка, игра минус. Best of 3 позволяют тебе где-то ошибиться, где-то потом отыграться. Где-то отыграться. Да-да-да. Тут ты прав. То есть у тебя есть шанс отступиться. Шанс отступиться здесь у команды Нави нет. Куроки. 10 игр на Дастли. 6 из них победа. Ну и IG забирают себе Кентавра. Там Ренвокер будет или нет? Или Кентавр Шадоу Демон? Вот Шадоу Демона, если появится, будет не очень. Ух ты! Вот так вот сразу играет команда Invictus Gaming. Слушай, Навин нужно второй стадии банов определенно. Ты смотри, какой винрейт-то улона подверь. И Тренд Протектор. Вот так вот играет Нави. По следам габлака и ЕГЭ. Да, Зон Тренд. Ну а почему бы и нет? Ну вообще габлака сегодня не получилась. Очень сливовый. Да, мы обсуждали уже с Ромой то, что пик, нацеленный на дефенс. То есть тебя атакуют, ты защищаешься, убиваешь. Атаковать с ним очень трудно. Ты не поверишь, но если сюда добавить одного героя, можно пойти на такую крутую триплу. Сложную. Тот, о которой я уже. Которая так убивает всех, что мало не покажется. И ему не надо стоять в дефенсе. Потому что у тебя есть слоу, у тебя есть два слоу с Тренд Протектором. Если у тебя будет мини-стан, хотя бы микро-стан. Ну какой-то бим, например. И дерево, которое наваливает по сто, и дазл, который наваливает по восемьдесят. И это то, что надо будет. Ну что, 30 секунд бонус тайма. Избавляется от шадоу-демонов все-таки Пупей. И я думаю, что это правильное решение, потому что оставлять этого героя под Патму и Кентавра себе дороже. Можно остаться без головы. Вчера уже был Дазл, который играл против этой связочки. Да. Жизнь от Грейва до Грейва называлась ее книга. Ну и что еще за Баня Тави? Очень важный сейчас момент им на Бану. Я думаю, нужно убирать Бэйна. Это, в принципе, интересная идея. Ну потому что герой с отличным контролем, инфиблум, может жизнь подпортить слип, который под Патму и работает идеально. Посмотрим. Дэнди очень рад был за имперцев в лаунже. Конечно. Он сказал, вот ребята молодцы. Даже видео есть на сайте Нави, где из Плеерс Лаунжа с четверга, где Дэнди вместе с игроками Empire сидят, разбирают игру Empire ДК и так далее. То есть хорошие же друзья все. Драгонайт от Invictus Gaming для Парари. Ну вот 55% винрейт за 9 игр, не так-то много. Если это будет Драгонайт, похожий на Драгонайт Артизи, это плохо. Но у Артизи как раз-таки были за спиной. Да, как раз в Артизи были за спиной Даззл. Здесь тоже у Дэнди будет Даззл и Тренд Протектор. Ну Тренд Протектор в частности с любой точки карты. То есть это будет то, что надо. Тренд Протектора просил хвост. Сидели, обедали, хвост сказал, дайте мне Тренд Протектора, и я буду гонять с самого начала. Хватит терпеть. Билат просил луну, вот тебе луна. Известнейшая трипла, которую, конечно же, начали играть никто другие, как Рокскиз. Сложной. И наваливали они серьезно. Invictus Gaming are no-brainer. Вот это называют наши англоязычные комментаторы no-brainer. То есть пикают очень быстро. Ты смотри на винрейт этой триплы. Почти 90%. Один матч только проиграли. Только один матч проигран. Я не вижу пока мейнкерри для луо. Может быть какой-то... Слушай, а ты думаешь, здесь не Патма будет играть в роли мейнкерри? Мне кажется, что это будет Патма. А, блин, да. Тут должен появиться еще какой-то саппорт под Патму, и мне почему-то кажется, что все близится к Бэйну. Но у Na'Vi будет еще один бан. Не, ну прекрасно знает Пупей, он тысячу раз уже играл и против Патмы с Бэйном, и против Патмы, да с кем угодно, короче. Поэтому... Ух ты! Тим Берсон для Фанника. Они решили сыграть агрессивную доту. Это правильное решение. Да, это сверх-ультра-агрессивная дота. И я знаю, что сейчас надо было бы сюда. Вот этого пацана, которого четвертый мы не сами же и забанили. Инвокер в миде против Драгон Найта с помощью дерева. А насчет Шторм Спирита? Это тоже неплохо. Или Пака. Это тоже неплохо. Но тяжело будет в миде. Паку будет тяжело против Драгон Найта. С тренд протектором нет. С тренд протектором нет. Он будет вам показывать почему-то Дэнди на... Кстати! Намекает нам наш режиссер трансляции. Что вполне возможно. И это вполне возможно. Причем 13-1 Дэнди сыграл тогда. На... Тимбере. Просто Майнд Геймс пошли. Майнд Геймс пошли. Минус Пак. IG. Ну и забанить Шторма они не могут. Это факт. Забрать они его тоже не могут. Они забанили Пака, потому что Пак может отправиться и в офлейн, и в мид. То есть если это герой для Драгон. Ну то есть Шторма для Фанника ты не возьмешь, правильно? Потому что он не пойдет туда. Минус Рубик. Рубиком не будет играть у нас Чуань в этом матче. Заберут ли IG Бэйна? Времени у них просто уйма. Да, но опять-таки потому что первые 4 пика были сделаны практически молниеносно. Минута 30 бонус тайма более чем достаточно, но IG задумались. Я думаю, добавили им пиком Timber Soul пищи для размышления, потому что они сейчас думают, куда это отправится и чем против этого стоять. У нас на ланах был уже Timber? Я не помню. По-моему, не было. Не, не было. А герой-то хороший. Ничего же не резали. Ничего же не меняли. Чего про него забыли? Черт его знает. Да, частенько забывают про каких-то героев. У нас часто появляются... Герокоптер, например, сегодня появился первый раз, если не ошибаюсь. Мне вчера в Твиттере нравилось обсуждение, что Вольво, плиз, баф антимаг. Хочу антимага, брат. Винга для IG. Для начала игры, потому что у нее стан есть, как мы знаем. Мы видим, что у Фейта 3 игры на Винге. Одна победа у Чуваня. Одна игра на Винге, и не самая лучшая. Аж 10 крипов он убил в той игре. И 4 раза умер. 4 раза умер, да. Трудные были крипы. Трудные. Трудные. 10 секунд осталось. Ну, все понятно. Для всех все понятно. Ну, Шторм, Спирит. В принципе... Да, кстати, фанбеты, которые мы принимали, мы через минуту убираем со сцены. Так что уже ставочки вы делать не можете. Знаем мы этих умных людей, которые дождались пика, дождались ферсблада, минус 4, и потом такие, я ставлю на IG. Ну, что, Дэнди в миде должен ощущать себя очень неплохо при поддержке 3-протектора, да. У него должно быть все отлично. Ну, мы видим, что Дэнди меняет что-то команде. Как он хочет это видеть, и точно так же объясняет сейчас YYF. Феррари ближе к нам, следит всего. Потом YYF, дальше Фейт, дальше Чуань, дальше Луо. Дэнди достаточное количество игр на игр, он на Драгон Найти в миде, поэтому он знает его и сильные и слабые стороны. Ну что же, на Патме... Я для начала верну свой интерфейс, надо Касперу дефолтный поставить. На Патме играет нас IGX или Луо. Чуань играет на Enchantress, Пэйт играет на Винге, Феррари играет на Драгон Найти и ВайВайф играет на Кентаври. Давайте похлопаем, чемпионы мира 2012 года, IG! Ну и против них. Хвост 666 на Луне. Пупей, конечно же, на тренд-протекторе. Курроки на Дазле. Дэнди. На Шторм Спирити и Фаник на Тимбере. Шестикратные чемпионы Старладера и чемпионы мира 2011 года. Ваши аплодисменты, Na'Vi! Ну и вот я надеюсь, вы проснетесь в конце-то концов и начнете поддерживать команды так, как, собственно, всегда поддерживала Киберарена. Поехали смотреть. Ну опять-таки, напоминаю, мы работаем в лайв-режиме, поэтому никакой особой информации мы давать не будем. Мы будем давать информацию по вещам команды Na'Vi и по деньгам команды Na'Vi. Это не проблема, потому что китайские ребята нас не понимают, поэтому мы спокойно можем давать абсолютно любую информацию о том, что там прилетел блин к Дэнди или не прилетел. То есть нас все равно не поймет. Китайские, кстати, игроки очень громко дают информацию, когда сидят на сцене. Да. Поэтому с помощью них можно тоже понимать, начинается сейчас какая-то заруба или нет. Ты не поверишь, но они еще бьют по столу. Серьезно, они в важные моменты валят по столу, так что стол трясется. Ну что, начинай. Итак, Миди Дэнди против Феррари. На нижней линии у нас хвост против крипов. Ну и Кроки выбегает против YYF. По-моему, Миди Дэнди уже погнал Феррари подальше отсюда и понимает Дэнди, что нет у него, к сожалению, куда прятаться. На паке хоть есть куда прятаться от этого Драгонайта. Ну, я же говорю, Дэнди сейчас главное побыстрее получить банку. И доминировать. Доминировать, гонять, гонять. За счет того, что есть у тебя дерево, надо пытаться как-то активнее действовать на линии. Это, я думаю, всем абсолютно понятно. Ну да, Феррари очень трудно будет сбивать эти стаки дерева, потому что атаки милишные. Ну, ему надо рукой, вот этим мячом долбить, долбить и так далее. Вы понимаете, что там несколько стаков, это не так просто сделать. Ну и это будет очень напряженная игра. Так же, как и в матче Empire против Alliance. Первые несколько минут матча будут тяжеленными, напряженными. И надо будет, не знаю, то, что переживает команда, это, я думаю, даже, ну, даже слово переживает здесь даже не подходит. Ну что, Grand Final International, пятая карта, там ты переживаешь. Лузера, ты переживаешь, да, Дэнди? Дэнди, получай тетку. Так, Клэп от Урсы. Дэнди мансует, мансует Дэнди. Есть сейф ТП. Лиз Ливинг Армор. Дэнди спасают. Дэнди драться будет до конца. Дэнди. Урса его должна убить или нет? Да, Урса убивает Дэнди. Красавчик, чувак. Слишком много крипов было в медле, и Ливинг Армор Дэнди просто мгновенно сбили. Да-да-да, Ливинг Армор только бы не сбивал никто из героев. Клэп, хорошие Урсы. И в итоге 1-0. Инвиктус Гейминг. И ФБ делается как раз-таки на Дэнди Моне. Самый, наверное, худший вариант развития событий в начале матча для команды. Да, единственное хорошее, то, что рядом был Чуани, и не так много опыта получил Драгон Найт. Ну, и еще и Драгон Найт очень сильно прихараскивает. И так далее. Кстати, вот это вот плюс, да? Вот это вот что? Нарисовалось, это хорошо. И так далее. Да, Дэнди понимает, что надо ему быть агрессивным, и он это делает. Он прекрасно понимает, что Феррари должен стоять далеко. И мы это видим очень четко по Крепстату, да? В правом, в левом верхнем углу видите Крепстату. Там просто даже не в 2 раза, а в 3 раза преимущество. Скоро в 4 раза будет преимущество у Дэнди. То есть Феррари не фармит. Ну, и Феррсклад забрал Чувань. Феррари за него там даже толком экспы не получил. А он не получил экспы за этот Феррсклад вообще. Я же говорю, Дэнди по опыту очень даже впереди. Да, потому что Феррари был где-то уже вот здесь, когда Дэнди умирал вот здесь от этого. От Русача. Так что ничего страшного пока не произошло. Ну, для Феррари это плохо. Потеряли возможность сделать Феррсклад на Ви. В остальном все не так плохо. Могло быть гораздо хуже, если бы ФБ забрал Драгон Найт. Да, был бы не весь. Фаник тем временем левел 2. Против него ВВФ тоже 2. Ну, немножко повыше, чем 2. Ближе уже к третьему. Ну и Пупех. Пупехе нужен левел. 7. Все будет идеально. Ой-ой-ой-ой-ой. Как? Станд по Дэнди Совух задувает. Ну, получил довольно много по голове здесь Дэнди. Я думаю, вынужден он будет потратить банку. Кстати, вот этот Совух это очень серьезный факт сейчас, потому что, ну, понятное дело, сбить его никто не сможет, да и не пойдет. И в итоге сейчас Феррари выигрывает огромную кучу времени просто. Серьезнее может быть только Гарпия Штурмодел. Ну, Гарпия Штурмодел это вообще самый серьезный крипт в Доте. Он даже серьезнее некоторых саппортов. Причем намного серьезнее некоторых саппортов. Но мы видим довольно много времени здесь вот этим вот Совухом выиграл для... И смотри, что вообще происходит. Что творит этот Чуань вообще невероятный. На топ-линии тоже Торнадо. Миди Торнадо. Просто невероятный Чуань. Ну и тут Тауэр прессует команда Invictus Gaming. Как же классно они играют-то, а? Блин, ну нельзя, честно говоря, ошибаться. Никак нельзя вообще. Конечно, конечно. Но вот когда у тебя вот такой-то идет саппорт по двум линиям. Ну, понятное дело, что да. Там дерево это тоже неплохой саппорт. Там дазл, но мы едем дазл и уже не помо. Здесь триплата нужно опявить. Фортификейшн. Нужно дефать, нужно дефать, есть дерево. Ну, а ты уверен? Там аура, там патма, там левел. Там очень тяжело что-либо сделать. Там залезает паника. Тут же пупей, паник-то разорит. Тауэр упал, забрали крипы. Драки не будет. Я не уверен, что надо было этот тавер дефить. Ну, это сейчас большое преимущество. Ты понимаешь, что сейчас появятся какие-то базилы, мекки и так далее. И они и так еще тавера начнут забирать. А что потом делать? Ну, я четко не знаю. Но вообще да, наличие дерева должно помогать. Надо было смещаться, надо было дефать вышку, отхилить ее деревом и уже потом дальше играть. Дэнди на Феррари, миди набросился, немножко его подамажил. Пупей, немножко поздновато. Не, ну тут не убивали никак. У Дэнди маны абсолютно нет. Был бы у него еще какая-то рун Регина, можно было потягаться. Так? Бессмысленно. Видим, Дэнди даже не... Или купил. Есть у него банка, да? Да, есть у него банка. Летит на к нему вместе с рецептом на бонд. То есть все нормально. Ну, а Фаник третий левел. Ну, Фанику сейчас жизнь, конечно, упросили довольно сильно. Если линию не будет он отпушивать, то сможет он под Т2 быстренько взять себе нужный левел. Хвост решил не идти через мидос, собирается доминатор. Ну, я считаю, что это верное решение. Я тоже думаю, что это верное решение. Айджи пойдут слишком рано. Да. Они уже идут слишком рано. Они начинают харасить вышку в медли и получается у них очень даже неплохо. Там же Драгонайт, у которого есть 6-й левел. Ну, у Дэнди продается тоже 6-й, поэтому уже проще. Продуманы не особо много. Смотрите, с сатирующим такой. Выходит, пупей, что ты делаешь? Пупей, стан. Забрали тавер, пупей. Хорошо шел. Сид. Бывается на Фэйта. Феррари задувает пупей. Попьел. Продумает Фэйта. Фэйт умирает. И надо уходить. Надо уходить. Да, здорово. Забрали Вингун, но потеряли тавер. Потеряли тавер. Это намного круче, чем Винга. Да. В данной части игры. Ну, в любом случае, 1-1. Два тавера уже за Айджи. Теперь на Ави надо как-то компенсировать потерю этих денег. Ну, компенсатор стоит на ботами. И, возможно, вскоре времени пойдет компенсировать. Не, ну, мы знаем, как этот любит компенсировать. Всем и все, скажем так. За всю боль 2012-го. Я уверен, что он хочет компенсировать. Тогда же, в том самом 2012-м, именно эта команда его антимага с шестью крипами убивала со счетом, там, на 13-й минуту. Я смотрю этот матч. Уже левого хвоста очень. Неуютно ему было в медле. Ну, и опять же, многое зависит от Дэнди. Дэнди сейчас показывает очень неплохой результат по крипстатам. В принципе, обходит его только хвост. Ну, хвост вообще, как всегда, в принципе, по крипстатам у него все хорошо. Вопрос в том, увидим ли мы противостояние, как вчера в ЕГЭ Альянс. То есть, да, Патма против Луны на фулл запак, на мэн файт, как писал Лода в своем твиттере. Ну, это вопрос в том, насколько IG будут агрессивно играть. Потенциально? Потенциально. Мейн керри примерно равны. Тут есть Драгон Найт, очень сильный, плюс Патма. Там есть Луна, Шторм Спирит и Тимбер, которого тоже очень трудно останавливать. Который, если наберет, то его надо будет как-то... Ну, что он будет сбривать саппорта очень быстро. И это факт. Его надо будет хоть как-то, не знаю, ну, не фиксить, а... Ну, фиксить, в принципе, да, это все правильно. Так, Феррари выбежал на пуфе и майакует, говорит, что вообще здесь происходит. Ну, и шалость у Феррари не удалась. Да, достаточно много времени потратили сейчас игроки IG в поисках вот кого-то заблудшего. Ну, Феррари снизу вместе с МВФом. Ну, Фаник сейчас радуется жизни. Да. Ну, и вот она, форма дракона и очередной Тауэр будут убивать сейчас ребята из Великтус Гейм. В миде у нас Луо, то есть без него убивают этот самый Тауэр. Мы видим, так поплевывает Феррари, как всегда, Крипопа убивает. Легенько, все будет нормально. Даниил, Брагин, Дэнди. Так, похиливают, Дэнди улетает. Сколько он дэмэж сейчас впитал, тут проблемы у Феррари. В Феррари 4-3 крутится, тимбер, выживает пока, но нет, убирают его и Нави 2-1. Проблема у Фэйта, огромная стрела, хвоста, хвоста нету, надо сэвить, как на хвоста. Бутли Хилл, Бутли Хилл, хвост отъедается, забирает, хвост. Отъехал, фейд. Фаник, забирает и Нави проигрывает драку. Нави проигрывает драку 4-2, а может быть и... Купей, чувак фуловый. Чувак вообще фуловый. Отъедался, отъедался, хвост немножечко ему не хватило. Выигрывает 4-2 эту драку IG. Ну, Дэнди столько дэмэжа впитал. Началась драка опять-таки с того, что Дэнди включил года и попал под центри вард, где его очень... Если бы там не было варда, Нави бы выиграли эту драку в такой салат. Драку перевернул кентавр, который дал стан и дабл эдж по-троим. Три типа стояли и получили просто сразу огромное количество дэмэджа. Ну и плюс к тому же мы понимаем, что в Дэнди был потрачен абсолютно весь хилл, который можно было моментально бросить. Поэтому хвосту пришлось там рассчитывать только на свой аджор, а с его количеством дэмэджа это не слишком много. В итоге драка выиграна 4-2, IG забирает третий тавер. Нави не забрали пока ни одного. Фанник прилетел в драку, он помог, но он умер. Он заработал один ассист и одну смерть. В итоге по деньгам IG выигрывает вот столько вот уже. А по XP нет, по XP мы видим вот так вот ситуацию. То есть, ну опять-таки, то, что мы видим, как реализовывает Драгонайта. Драгонайта очень толстый. Да, и у него есть очень клевая пассивочка у его дракона. Плюнул, отошел. Да, 120 хп, или сколько там Таврус носит? Да, 120, 100 или 120. Чудесно. Ну и теперь прекрасно понимает хвост, что против этого пика следующим артефактом должен собираться исключительно поскор Чёрного Короля. Больше тут ничего нет. Без вариантов. Иначе будет Габелла. Нечем контрить, БКБ на самом деле. Конечно, вот здесь контроль имеется. Они знают, что к чему и как. Что же, хвост сформирует в миде. На топ опять-таки вернулся Фаник. Фаник 7 левел, есть Аркантап, есть еще только 700 голды. В принципе, неплохо. Неплохо, как на Тимбера сейчас. Ну, хвост, ты смотри, уже добрался до Тавра. Хвост. Тут стоит, что-то тронет. Умер от разрыва сердца. Три Тавр на Ви громко говорят. Да, китайцы, как ты и говорил, нереально громко дают информацию. Я уверен, что волнение там просто нереальное. Ну, это понятно. На Ви пока не делают большой трагедии из того, что они потеряли Три Тавра. Они понимают, что там, конечно, герои лучше для Пуша. И они четко знают, что их Луне нужен. На Ви есть чем пооткидываться с хейграунда. Да, но если они будут откидываться, если они же будут начинать драг, правильно? Да. Если драг начинает китаться, то обычно очень быстро кто-то будет умирать. Потому что есть Винга, есть Патма. В том еще полетят импенсусы, есть опять какие-то Бл Эджи. И вот у YYF это все слишком хорошо. Да, да. Ну, в принципе, у Фаника тоже неплохо. Если я включу уже, наверное, нетворцы, они сейчас поактуальнее. Нетворцы мы не близко друг к другу. То есть там разница в копейки. Такое, в принципе, бывало и похуже. Так что... Нужно жить в море, фарма, хвосту. Да, 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 это логично. Но опять-таки не слишком много. Потому что слишком далекий лейт. Побыстрее, я думаю, достигнет его парня из Invictus Gaming. Хотя, черт его знает. Абсолютно не ясно. Денди вот уже начал. Денди уже начал собирать то, что надо. Хвост еще не начал. Скоро начнет. Но опять-таки огромная проблема, что вот здесь вот фасту могут не дать зафармить. Еще бы вот здесь вот не зафармить, это было бы круто. Для этого надо выигрывать драки. А вот эти ребята не хотят. Ну смотри, здесь как работают они на VVF, а? Ну это логично. VVF очень много сделала в предыдущей драке и не меньше может сделать в последующем. Больше. Потому что сейчас VVF будет полезнее. Да, то, что надо. 13 минут матча за нами. И успокоилась немного игра после той драки на нижней линии. На нижней линии было у нас маленькое встревание, 4 в 2 размен. Наверное, казалось бы, в какой-то момент даже хорошо подрались, но в итоге не тут-то было. Но мы видим, что Акси приобретает у нас Персеверанс. Ну, вполне логично. Я даже понятно, что будет. Тут без вариантов. Ну да. Ну и понимаем, что это все-таки Мейн Кэрри. И на этого товарища будет огромная надежда. Радиент, топ-тавер, сандер, атаку. Запрыгнул, заведел, попал так по панику. Ну и Дендин оказался хейтингом. Хатяза и выйдет на лоу хп, летит в него пичка. Все живы, абсолютно, кроме Фейта. Фейт, скорее всего, сейчас умрет. Фейт умирает. Что дальше? Здесь берутся с Феррари. Феррари 1-3. Отличный рут. Пилят Феррари. Айпатма прилетела. Проблема у Пупея. Его спасает. Пупей куда идет? Сид. Повесит Сид. Его выхилит? Нет, тут умрет. Пупей. Даблкил сделал хвост. Хвост в итоге убегает. Стрелы нету. Нет сайланса. Феррари может дать стан. 2-2. 2-2. Шторм. На фулл моноу. Врывает, зацепляет Феррари. Дэнди на фулл моноу. Получает стрелу. Импедус. Импедус будет ли хил? Феррари. Феррари выжимает. Проблема у Хвоста. Начинает драться. Дальше. Текает хил. Чуаньс. Серию убийств тоже совершает. В итоге 4-3. Драка 5 выиграна команда Эйджи. Ну, трипл хил хвост. Это, в принципе, очень даже хорошо. Ну, вообще, да. Но, в любом случае, Дэнди-то умер. Дэнди умер. Дэнди поймал Ару. Очень обидную. Не оказалось там рядом. В смысле, очень обидную? Он ее в любом случае ловил. Потому что он затягивал одного из тех, кто его... Ну, есть два человека, которые его могут заставить. Правильно? Он стянул одного. Второй должен был заставить. Он хотел убивать Феррари. Определенно считает его попасть не под мы. И, наверное, это правильно. Ну, потому что у под мы еще теоретически мог был лип. Да, она отсюда липалась там, да, в начале драки. Но у нее Мохан уже откулдаунится. То есть, поэтому Дэнди не стал этого делать. Ну, и да, конечно, триплкил хвосту дает деньги. Мы видим, что у него появляется молоточек. Мало того появляется один в уровне, второй уровне клипса. Это тоже очень важно. Да, это тоже важно. Ну, а теперь они мальчики забрали Рошана. 16-ая минута. 9-6 в пользу китайской команды. По деньгам они ведут уже много. По XP еще немного, но ведут. Ну, и пока ни секунды в этой игре, ну, было в самом начале, не было преимущества у команды Na'Vi, я имею в виду... Запрыгнует WWF, и запрыгнул хвост, 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 и поймали хвоста. Будет ли сейвить? Здесь же Dazos. Есть уроку, подсейвил. Хвост пытается отъедаться. Там тем временем развалили паника. Хвост, хвост прячется в лесах. Будет ли дальше хелп к хвосту? Хвост пытается мансовать, и вот двое зажимает. Минус хвост. Отличная игра. И ничего не могут сделать Na'Vi. Абсолютно. Не тот таргет выбора. Слушай, тут еще и Пупея сейчас догонят. Просветка. Феррари до конца за ним летит. Пупей все-таки уходит отсюда. Я не понимаю, почему хвост решил бить кентавра. Кентавр, во-первых, отдачу его очень сильно мучил, и хвост и так свои отсутствующие хп не отжирал их, а уменьшал их. Но, опять-таки, отсутствие БКБ сейчас очень помешало. Но, китайцы, не дадут ему просто так БКБ пить. Четыре прага уже разница. А, там кентавр умер все-таки. Или как он умер, я не понял. А, да, курорт и хвост поделили. Датикл. Фаник, Фаник. Ну и все. Тут типа не догнать. Тут не догнать. Штор. На Фейта. Ну здесь очень много в узком проходе. Фейта могут быстро сблить. Нет, Фаник живет. Фаник умирает. Файт умер. Размен не очень. Дэнди и Петус. Куроки тоже погибнет. Куроки тоже погибает. Какие глупые решения делают Нави. Дэнди отсюда уйдет, конечно. И не ожидали, что все окажутся в этом узком проходе. Хотели спануть отступающих. А оказалось, что отступающих там вся команда. Да, там пятеро. Причем фуловые. Фуловые китайцы. В итоге размен паника на Вингу. И Т2 Tower забирают. Преимущество китайцев сейчас вырастет больше 10 тысяч. И у Нави задача усложняется просто до невероятности. Вот это да. Что же теперь? Ну, мы знаем, что теперь. Мы знаем, что надо здесь. И, возможно, одна драка может поменять ситуацию. Как-то. Давайте проглянем, что у Драгонайта. У Драгонайта вот так вот. У Патмы. Где курица? У Патмы вот так вот. Что, кстати, тоже добавляет очень сильно много головняка. Серьезно. Ну, и еще, кстати, не потеряно Aegis. Если что. При этом все. Китайцы все это время могли реализовывать свои Aegis. Следующие траки, я думаю, Aegis должен уже закончиться. Ну, как видишь, многие кричат, что китайцы играют терпильно и так далее. Я что-то не замечаю этого. Я не вижу этого терпения. Хвоста. Ой, хорошо спасает. Спасает его здесь Пупей. Хвост очень битый. Пытается убежать. Пупей прикрывает с собой. Хвост юзнул стики. Пытается спрятаться хвост. Хвост на развороте. Спасает его Пупей. Это было очень серьезно. Да, надо поддержать Na'Vi. Сейчас у них очень трудно сейчас. Он сюда все время в лесу. Здесь поймали. У нас Фаника. Фаник. 1-4. Фаник остается. И его тут просто разрывает под медалькой. Ну, в ответочку, подмог. Это минус Aegis. Всего-навсего. Так. Феррари идет до конца. Денди. Мешает друг другу. На хвоста прыгают. Дабл Эдж. Минус Денди. Хвост. Хвост. Много крипов. Пытается убить YWF, а его сейвят. Хвост пытается идти до конца, но ничего он здесь не сделает. Потому что хвост сейчас погибает от Патмы. Не в кастовав ультимейт. Это 0 в 3. Опять-таки, не в кастовав ультимейт. Потому что сливка много было крипов. И опять-таки, шикарная драка от Айджип. Потому что их было на одного больше. В каждый момент драки. Их было на одного больше. И у них было все. 16-8. 20-ая минута матча. Патма от хвоста уже оторвалась на такое огромное количество денег. Ну, хотя сразу после Патмы идут... Ну, это ненадолго, я думаю. Да, это после Луны. 4 игрока команды и 2 киски. И падает пятая вышка в игре. Нави не могут ее дать. Хвосту его БКБ отложили еще чуть-чуть. У него уже были деньги на БКБ. У него уже были деньги. Да, он почему-то не закупил. Но там кипиша было много. Его там гоняли. Его там пытались прижать. То есть там было настолько много кипиша, что хвост просто не успел сориентироваться. Ну, и вот сейчас это БКБ после трех смертей подряд, оно уже может быть слишком поздно. Даже не может быть, оно, скорее всего, уже будет слишком поздно, потому что там уже появляется хуто, скоро появится пай. Тяжеловато здесь в Na'Vi. Очень тяжело. Это всего лишь 20-е минуты игры. Бест оф лан против IG никто не говорил, что будет легко. IG вчера, конечно, проиграли у ДК, в принципе, однозначно. Да, там, причем было в салат, я бы так сказал. Ну, и Na'Vi проиграли у IG вчера, однозначно. Но, правда, точно так же они, в принципе, без особых проблем переиграли в четверг команду Unique is Gaming. Пока у них здесь 1-1. Можно считать, что это Бест оф 3. Да, можно считать, что это Бест оф 3. И третья игра пока идет не под дудку Na'Vi. Да, ну, это такое. Ты же сам понимаешь. Лозера Бест оф 1? Не, неинтересно. Давайте мы будем проигрывать 15 тысяч голды, и вот тогда будет интересно. А Na'Vi на International уже это показывали и не раз. Ну, это такое. Стоит ли так играть всегда абсолютно, неизвестно. Убей на VWF. ВВF устремляет, слушай, его кайтить, будет здесь. Слапает, как четко! XI залетает толпу, бежит линку. Хвост ушел из лезть. Паник, паник живой. Na'Vi хорошая драка, минус 1 сделали Na'Vi. XI пытается умереть. XI уходит. XI просто разворачивает VWF. Пытается уйти. Здесь XI, кентавр на хвоста. Боже, какие они классные, эти китайцы. Это просто... Стрела вслепую! Он вслепую убил хвоста. Пупей. И Пупей тоже умирает. Какая была шикарная драка от Na'Vi. И насколько все четко сделали A'Vi. Если бы не все-таки докайтили этого кентавра, было бы круто. Но свап и туда же липп от мы. И просто в толпе оказывается вся вот эта бригада. Да, на них даже висел вив от Куроки. Но все равно этого не хватило. И да, был отличный ультимейт от хвоста. Но пока очень много хп. Слишком много хп. Да, слишком много хп. И пока очень мало пользы от Тимбера. Там даже уже бинга собралась. Брейсер, медалька, ПТ на силу. И того, 1250. Абсолютно вся команда IG была красная. Битая до невозможности. Но живые. Но живые. Да, и это самое главное. И в итоге Na'Vi не успели. При том, что Patma всю драку, она просто убегала уже под своим инвизом. Вот из действия вот этого Сентрии Варда она выбежала, и ее не видели. Они ее не могли добить. Дэнди бежал за ней. Она была на один удар. На один просто прыжок Дэнди с ульта. Но он не мог этого сделать. Если бы он убил эту Патму, драка была бы не настолько провалена. Потому что за нее дала бы очень много денег. 15-й левел эта Патма. 7-0-11. Да, 7-0-11. То есть за нее дала бы просто нереально. Там стрик очень хороший. Ну и у Драгонайта БКБ. Тоже в драке довольно важно. Он задувал, дамажил. Ого-го-го-го. А у нее еще керас. Да. А здесь вот что появляется. Вот это очень портит все. Да ужасно портит все для Na'Vi. И так не хватает этого всего. Очень не хватает, чтобы убивать сейчас. Ну а у IG хватает всего. IG сейчас абсолютно не ощущает наличие дазла и дерева. Причем абсолютно никак не ощущает. Это Донди бесстрашный. Ну и что теперь? Графики даже показывать. 15-й и перечень. Да. Это чудеса, конечно, бывают. Одно из них мы видели против мужа в составе Orange, да? На Интернешнале. Ну, увидим ли мы еще такое чудо. Здесь в Киеве. Не знаю, я думаю, что многие в стенах этого здания надеются на это чудо. Да, может быть. А может и нет. Я слышу даже очень неплохую поддержку. Где? Вот это полтора раза крикнули. IG. А, IG? Да. IG, да. Ну, за красивую драку. Всегда стоит. Они классно все делают. То есть, опять-таки, в этой драке, ну, кентавра там убивали. Просто Венга очень сильно засейвила, очень круто засейвила. Кстати, мы видим, что тут уже, понятное дело, с ГМом ребята, что они уже знают, что происходит. Где ГМ? А у Венги все понятно? Запрыгнул стан, хвоста, ливень армор есть. Включает БКБ хвост и просто бежит. И в драке БКБ не будет. Линку сбил. И в драке БКБ не будет. Если она будет. Я думаю, эти ребята догадываются, что надо делать, когда у Майнкери нет БКБ. Ну, просто если у хвоста нет БКБ, то здесь драка вообще это вот так. Изи. Too easy. Ну, мы видим, хвост закупается. Понятно. Тут не надо терять. Все, найви на базе. Найви закрыт на базе. 25-ая минута. Что будет собирать? Хотя, понятно, что будет собирать Дэнди. Тут без вариантов. Да, это понятно. Как бы, если и у Дэнди еще будет БКБ, то еще будет хоть какой-то, ну, хоть какая-то возможность, да, отыграться. На самом деле, БКБ Дэнди не добавит Монопулу, а ему сейчас очень его не хватает, чтобы летать и убивать, грабить и насиловать. Ну, единственный левел. Тут опять-таки ситуация такая, что сейчас надо надеяться не на большой Монопул, а на какое-то чудо. Какое чудо может быть против IG, который настолько выверено и четко все делает, я не знаю. Какое-то. Ну, чтобы IG сейчас совершили огромное количество ошибок. Просто огромное. Одной большой хватит. Ну, одной большой в качестве минус 5 байбэк и минус 5, если только вот это считать большой ошибкой, то да. Я думаю, хвост обрадуется такой ошибке. Ну, в любом случае, мы понимаем, что Invictus Gaming не собирается. В Invictus Gaming все очень четко по плану. Все нужные артефакты уже имеются. У Патмы огромнейшее количество бабла. Ну, кстати, Патма... Было. Да, было. По общей ценности. Она была как хвост, просто много брела лишних каких-то денег. Ну, вот что Кси собирает, еще круче. Станет. Врыв! На Куроке! Минус Куроке! В секунде Дэнди БКБ включает, цепляет Фарари. Но Фарари в Invictus прячут. И нету вижена у команды Na'Vi. Просто нету вижена. Дэнди БКБ дерется, хвост БКБ уйтует. ВВФ может погибнуть. ВВФ погибает. А дальше? А дальше надо бежать. Свап. И до свидания, хвост. Ну, хотя есть еще сейв. Хвост стоит в стане. Пытается его еще сейдить. Хвост пытается отъедаться. Так. Ну и что? Размен. Там был байбэк, что ли, от Навитка? Размен один в один? Нет. Нет, Дэнди тоже умирает. Ну и побежал Фарари. Фарари, кстати, на хосте. Цепляет Куроки. А Куроки тоже умирал. Он делал байбэк в самом начале. Да, Куроки тоже погибает. Не знаю, что сделать. И это минус три. Это минус три на одного Кентавра. Но Кентавр в этом файте сделал все, что должен был. Дау-пайп, дау-стан. Разменяли. Они поняли, что врываться на хвоста нет смысла, если можно врываться на Куроки. Хвост сразу под ливень армором. На него все это дают. Ай-джи. Сносят Т3. Ну и бараки у нави падают. Амиличный барак. Фортификейшна нет. Ну и да и нет смысла юзать. Потому что, в принципе, сейчас был бы смысл юзать. Саму фортификейшн, да? На ренджевой барак уже. Они даже не начали бить. Ай-джи играют с его и грамотно. Ай-джи играет, как китайцы, в Бест-Оф-1. Все настолько четко и без каких-либо там помарочек. Ну что же. Двадцать восьмая минута игры пошла. Двадцать четыре на десять. Тут лучше даже не открывать. Не-не-не. Графики тут абсолютно не важны. Тут ситуация такова, что... Это понятно, что ситуация, да? Так что то такое. Что ж, двадцать восьмая. Точнее, двадцать восьмая, двадцать восьмая. Потому что у купеи, по-прежнему, нет меки. Она бы очень сильно не помешала. Куда он идет? Забрали. Рошан Ай-джи. Прыжок на хвоста. Хвост бим. БКБ драться. Четверо в кучке. Режут. У хвоста хвост погибает. Дэнди тоже погибает. Фуловый Ай-джи. Абсолютно. То есть... Там много минус армора, но это ничего не меняет. И поймаешь. Нашли купе. Конечно, там же гер. Минус купе. Ну и плюс Рошан, плюс Эггис, не забываем. И чатерс приобретает себе уже практически гонит. Здесь у Кси, опять-таки, огромное количество денег. Ну, я не знаю. По-моему, это уже отправная точка. Ну, посмотрим. Там, ну, хоть это отправная точка. Тут вся игра. Все хуже и хуже. Ну, не отметить тот факт, насколько круто играет Ай-джи. Все очень грамотно, агрессивно. Каждая драка, каждый ганг с начала игры был очень классно продуман. Все было сделано очень хорошо. Сейчас надо ее взять гли. Ну, они решили оставить глифт в среднюю сторону. То же самое делают китайцы, что сделали с низом. Просто стоит под моим антостайлом, ломает бараки. Да. Ну, забрали один барак, второй забили, типа, потом добьем. Это рейнджовый, он так упадет, если его не дефать. Ну, да. Он не регенится, так что это такое. Ну и глифтус гейли. Упакованный по самому я не хочу. На Дэнди! Не успел прожать БКБ. А, рон. Дэнди, стреларм, пытается выхилять Дэнди. Дэнди там ультимейт от Луны, но он просто не дамажит, потому что пайп. Ноль демеджа вносит этот ультимейт. Просто ноль. Упей минус, лост минус. ГГБ па. Брависсимо, Ай-джи. Ай-джи отправляют Нави за борт Старладера, оставляя их на пятом-шестом месте. Ну что же, по итогам этого матча можем сказать одну важную вещь. У Старладера будет новый чемпион. Потому что впервые за шесть сезонов, за восемь сезонов, вообще. Ну что, и Альянс, и Нави, которые были чемпионами до этого, уже за бортом нашего турнира. Вот так вот. Давайте еще раз похлопаем. Ваши аплодисменты, Нави! Удачи желаем Нави, конечно же, в следующем сезоне Старладера. Но Ай-джи завтра в 11 утра будут играть против Эмпайр. Сейчас я перед матчем с Эмпайр, они говорят, так не хочется против Ай-джи играть. Ужас просто. Кому хочется играть против Ай-джи? Да я не знаю. ДК хочется, я думаю, играть против Ай-джи. А, ну эти ребята, да. В этих там свои разборки. Ну что же, ребят, что мы... Как мы можем подсуммируть эту? Эту игру подсуммируют у нас наши аналитики. Да. Я тоже думаю, что они смогут сказать гораздо больше, чем мы. Да, да. Ну и в любом случае, будет что обсуждать. И будет о чем пообщаться. У нас же будет пауза. Пауза снова будет около 40 минут. И после этого у нас будет финал Винрофа. ЕГЭ против ДК. Мы в этом не участвовали. Мы просто наблюдали. А что было? Я не знаю. Что было, да. Я не знаю. Я не знаю. Итак, ребят, сейчас мы... Ой, прошу прощения. Сейчас мы уходим на паузу в любом случае. Вернемся чуть попозже. О, 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 о. Сашке надо похлопать. Сашка старался. Я бы не сказал, что кто-то не старался. Все старались, это понятно. Ну что, рекламная пауза. Музычка немножко. Здесь в зале розыгрыша, конечно, в стриме. Наша аналитическая студия. И мы возвращаемся очень скоро на матч ДК против Evil Geniuses. Старладер ТВ представляет долгожданный ландфинал девятого сезона в дисциплине Дота 2. 8 лучших команд мира из США, Украины, России, Швеции, Китая и Кореи, включая всех победителей турнира The International, Na'Vi, IG, The Alliance. Призовой фонд более 212 тысяч долларов США. 17-20 апреля. Игровой центр Киев Киберспорт-Арена. Не пропусти грандиозную битву за титул чемпиона Старладера. Субтитры подогнал «Симон»! Испорт Бэтс Ком. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испорт Бэтс Ком. Живой азарт и холодный расчет. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...